Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слова Божия и со Святым Духом, открывающим эту истину в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ифристианам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих действия «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Именно действие этих трех глаголов даст возможность спустить в оборот залог нашего спасения, чтобы получить его обратно утвержденным и гарантированным на спасение. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. Речь идет о нашем сокровенном человеке, или же новом человеке. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все оружие света, мы пришли к выводу, что нам крайне необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является не что иное, как оружие молитвы или же поклонения в духе и истине. При этом мы отметили, что бытие молитвы сродни бытию Бога, ибо она всегда присутствовала и обнаруживала себя там, где пребывает Бог. А посему познание Бога и Его воли, выраженные в Его благих замыслах и целях, возможно только через познание бытия молитвы, которое обуславливает как язык Бога, так и правовой статус общения с Богом. А посему степень познания Бога и Его воли изъявления полностью зависит от степени познания бытия молитвы, которая является языком, средством и правом общения с Богом. Именно поэтому устроение жертвенника, обуславливающего состояние сердца, и мотивы поклонника Бога, а также сама жертва, приносимая на таком жертвеннике, которая обуславливала юридический правовой статус молитвы, принадлежала исключительно тем человекам, которые были обличены в правовое достоинство и статус священников. Человек, обличенный в ранг и достоинство священника, это человек, обличенный в достоинство правового ходатая, которому доверено Богом юридическое право посредством правовой молитвы, которая является языком Бога и отвечает требованиям Его воли приступать к Богу и входить в присутствие Бога, чтобы представлять права и интересы Бога, выраженные в воле изъявлений Бога. Одна из таких молитв Давида, записанная в его 142-й песне, как раз и раскрывает условия, на основании которых человек призван создавать Богу юридическое основание для вмешательства Его милости как в свою жизнь, так и в пределы тех сфер нашего влияния, за которые мы несем ответственность пред Богом. Она-то и стала предметом нашего последующего исследования. «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благе доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей, выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей, истреби врагов моих, и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб. Мы отметили, что раннее утро, которое следует сразу после темной ночи, это образ воскресения Христова, явленный в законе Духа жизни, призванного освободить наши тела от закона греха и смерти, чтобы воцарить воскресение Христово в нашем земном теле и облечь наши земные тела в праведность воскресения Христова. А посему, чтобы Давиду, а равно и нам, рано услышать милость Бога в силе воскресения Христова, как результата данного нам Богом искупления во Христе Иисусе и через Христа Иисуса, Давиду, а равно и нам, необходимо было представить Богу некое юридическое основание или некое право, запечатленное на скрижалях нашего сердца. И таким юридическим основанием на скрижалях нашего сердца в данной молитве послужили десять уникальных в своем роде аргументов, обусловленных величественными и державными словами Бога, обращенными в обетование и заповеди, которые мы призваны приводить Богу как содержимое своего сердца, говоря, Богу, услышь меня ради Твоей истины и правды, услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих, услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки, услышь меня, потому что я на Тебя уповаю, услышь меня ради возношения души моей к Тебе, услышь меня, потому что я к Тебе прибегаю, услышь меня, потому что Ты мой Бог, услышь меня ради Твоего имени, услышь меня ради Твоей милости, услышь меня, потому что «Я раб твой». На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента, пребывающего в сердце Давида. Это доказательство, что в его сердце пребывала истина и правда, которые являлись для Бога юридическим основанием, дающим возможность услышать Давида и встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами и остановились на исследовании второго аргумента. При этом врагами Давида в данной песне является его ветхий человек, его собственная душа, его плотской ум. Образ этого доказательства мы усмотрели в судном на перстнике первосвященника. Это второй аргумент. Это доказательство, что в сердце Давида пребывала память дней, древних совершенных Богом в этих днях. И этот предмет являлся уникальным предметом постоянной памяти пред Богом, определяющим собою правовой статус молитвы, с которой мы, как цари и священники Нового Завета, призваны приступать к Богу во Христе Иисусе. И создавался судно на перстнике и обслуживал только один предмет. Это урим и тумим, наличие которых в сердце человека позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. А посему быть услышанным Богом в откровениях его урима, который являлся образом Святого Духа, необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его тумима, образом которого являлось законодательство Бога, содержащее в себе свод всех заповедей и всех обетований Бога, которые являются делами Бога, посредством которых Бог как раз и совершает свои славные дела и совершал в древних днях и совершает сегодня. А посему судно на перстнике, как предмет постоянной памяти пред Богом, это сакральный образ правового формата постоянной молитвы в устах правового ходатая, который дает Богу юридическое основание выполнять свою волю на планете Земля, как в человеках добрых, так и в человеках злых. Таким образом, молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного на перстника, не имеет юридического права называться молитвой в устах правового ходатая, призванного Богом с дерзновением входить в освятилище, чтобы приступать к Богу. Так как только формат постоянной молитвы, представленной в судном на перстнике первосвященника, дает нам право во Христе Иисусе входить в освятилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующие интересы Его воли. Порядок устройства судного на перстника определял и предписывал требования Духа и Истины, которым должны были соответствовать истинные поклонники, которых ищет в себе Бог. «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине» Иоанна 4, 23-24. «При нарушении устройства в порядке судного на перстника, обуславливающего состояние и природу сердца поклонника Бога, судный на перстник утрачивал свою природу и свое назначение. «Поклонение Отцу в Духе и Истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковынности и в угоду своей корости и лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе» 2 Коринфянам 2, 17. В Септуагенте, так называется наш перевод, судный на перстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, которые содержатся в судном на перстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд, свою истину, свою правду, свое определение. Образ судного на перстника – это образ совести человека, очищенный от мертвых дел, на скрижалях которой в 12 именах патриархов запечатлен образ статуса правовой молитвы, соответствующей требованиям начальствующего учения Христова. Совесть, очищенная от мертвых дел, запечатленная на ее скрижалях истинной правды, исполненной силой Святого Духа, призвана была давать Богу юридическое основание и право реализовать в них и через них Его волю на планете Земля. В определенном формате мы уже рассмотрели размеры и род материала, из которого должен был устрояться судный на перстник, которому мы призваны соответствовать в своем духе и остановились на следующем требовании, которое гласит «И встав в судный на перстник, оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд, второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис, в золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их, на каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Исход 28, 721. Мы отметили, что 12 золотых гнезд – это Слово Божие в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое обуславливало порядок, который мы, как поклонники Бога, призваны представлять пред лицом Бога в правовом основании своей постоянной молитвы. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых – это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей собой совершенные суды Бога, которые содержатся в начальствующем учении Христовом. Отсюда следует, что не золотые гнезда, предметы истины Слова Божия, подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни. А драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. Это значит, мы должны научиться так молиться, чтобы наша молитва точностью соответствовала требованиям воли Божией. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. В определенном формате мы уже рассмотрели, что постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника, с которой мы, как воины молитвы, призваны приступать к Богу во Христе Иисусе, призвана соответствовать таким требованиям. Она должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, с дерзновением, с благоговением, с показанием веры сердца, с благодарением, с неземной радостью, в страхе Господнем и во Святом Духе и режимолением на иных языках. Значимость судного наперстника на поделе первосвященника, как оружие воина молитвы, призвана давать Богу юридическое основание действовать на планете Земля и, в первую очередь, останавливать гнев Божий среди народа Божьего, когда он будет впадать в искушение смерти. Я вновь напомню, как природу судного наперстника описал Соломон в данной ему Богом премудрости. При этом я сразу делаю оговорку, что это не каноническая книга, а апокрифическая. Однако мы часто приводим свои собственные притчи, свои наблюдения и говорим, представим себе. Но как только что-то приводится с апокрифической книги, некоторые люди говорят, а почему это он говорит? Ведь такого в нашей Библии не написано. Да, в вашей Библии такого не написано. А вот Библия, которую я читаю, она называется «Полная Библия», имеет и такие книги, и такие книги. И я все-таки часто обращаюсь и к тем, и к тем значениям, и знаю, почему вот так люди говорят. Потому что они всегда ищут предлога, чтобы за что-то зацепиться, чтобы опровергнуть истину. И вот что сказано в этой книге «При мудрости Соломона» 18, 20, 25. «Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в пустыне». Ведь полностью соответствует и нашим канонам. У нас написано, что да, люди погибли в пустыне, немного их погибло. Но недолго продолжался этот гнев, ибо непорочный муж, речь идет об ароне, поспешил защитить их, принеся оружие своего служения, молитву и умилостивление кодильно. Моисей ему сказал, «Скорее насыпь в кодильницу курение и пойди встань между мертвыми и живыми». Он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем, что он слуга твой. Он победил истребителя не силою телесною и не действием оружия, но словом покорил наказывавшего, воспомянув клятвы и заветы отцов. Ибо когда уже грудами лежали мертвые одни на других, он, став в средине, остановил гнев и пресек ему путь к живым. На падире его был целый мир, и славные имена отцов были вырезаны на камнях в четыре ряда. И величие твое на диадеме головы его этому уступил истребитель и этого убоялся, ибо довольно было этого одного испытания гневного. Если бы вы прочитали вот всю эту историю в обыкновенной канонической книге, а потом бы вам сказали, теперь закрой и перескажи своими словами. Вот так вот своими словами это было пересказано неким мужем. И почему-то мы начинаем возмущаться. Мы часто пересказываем Слово Божие и не возмущаемся, когда настолько дико пересказываем, неправильно склоняем, неправильно говорим, и не возмущаемся. А когда возвышенный художественный слог, который объясняет, мы вдруг начинаем возмущаться. А с какой это книги? Устройство судного наперстника в нашем сердце выражает себя в устройстве Царства Небесного в образе взращенного нами плода правды, в достоинстве плода древа жизни. Взращивание в своем сердце плода древа жизни это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в дом духовный и священство святое. При этом мы отметили, что как все великолепие и порядок храма создавались только для одного священного предмета и обслуживало только один уникальный священный предмет, это золотой ковчег завета. Точно так же и фод первосвященника с судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега, это урим и тумим, потому что как золотой ковчег завета, так и судный наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и тумим на иврите означает свет и совершенство, свет и право или откровение и истина. Так, например, десятословие внутри ковчега завета являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял тумим. А откровение Святого Духа, открывающего таинство тумима, которое человек мог получать над крышкой ковчега завета, в судном наперстнике представлял урим. А по всему поклонникам Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел или же мудрым сердцем, на скрижалях которого была запечатлена истина в достоинстве тумима. В силу чего откровение Божие в предмете урима могло почевать только в границах истины, которую в сердце человека представлял тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31.6. Моисей как-то в одной своей отчаянной молитве обратился к Богу и сказал, «Научи нас счислять дни наши так, чтобы приобрести сердце мудрое». Ведь он там говорил о том, что ты положил тайное наше пред лицом твоим, грехи наши положил пред лицом своим, и мы исчезаем от гнева твоего и от ярости твоей мы в смятении. «Дни лет наших семьдесят и при большей крепости восемьдесят и лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро и мы летим». И далее он говорит, «Научи счислять дни наши так, чтобы приобрести сердце мудрое». Ведь невозможно истину принимать в глупое сердце. Что значит «Научи меня»? Вот здесь написано, «Я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Не так много было в Израиле умных людей, то есть с мудрым сердцем. И вот те люди, у которых было мудрое сердце, Бог вложил туда откровение Святого Духа, и они могли делать те вещи, которые были необходимы для устроения скинии из золота, из серебра, из шерсти, из зельна и так далее. Когда говорится, «Научи нас счастлива дни, научи нас дорожить временем». Счастлива дни, чтобы приобреть сердце, научи нас дорожить временем, чтобы приобреть мудрое сердце. Дорожите временем, потому что дни лукавые. Люди говорят завтра, послезавтра, сейчас, через час. Как только у меня приходит мысль, через час, я сразу говорю, сейчас, немедленно, и приступаю к этому действию немедленно, а не отлаживаю. Как только приходит мысль завтра, нет, я буду делать сегодня то, что могу сделать сегодня, а завтрашний день сам будет о себе заботиться. То есть люди никогда не приобретут мудрое сердце, если они не дорожат временем. Итак, в определенном формате мы знаем, что Содружество Тумима и Урима в сердце человека это слияние между собою двух форматов божественной мудрости, которые гласят, что носители Тумима и Урима являются истинными поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. То есть иммунитет неприкосновения, который дается дипломатам высшего ранга, которые представляют президента в другой стране, своего президента в другой стране. В определенном формате мы уже рассмотрели семь свойств, которым обладало сердцевой на молитве в семи драгоценных камнях судного наперстника, через которые Бог мог постоянно приводить в исполнение Свою волю на планете Земля и остановились на исследовании и рассматривании восьмого свойства в восьмом драгоценном камне на судном наперстнике нашего сердца. Оно представлено в достоинстве драгоценного камня Агата, а именем вырезанным на втором драгоценном камне судного наперстника на третьем ряду нашего сердца служащего постоянной памятью пред Богом являлось имя Асир. Это восьмой сын Иакова, имя которого означает пленник блаженства. А если полностью посмотреть в оригинале на иврите, то имя Асир имеет вот такие интерпретации. Пленник, обладающий блаженством в Боге. Пленник, плененный Богом с высоты небес. Пленник, обретающий благоволение в Боге. Пленник, царствующий благодати через праведность сердца. Пленник, обладающий самодостаточностью в Боге. И родила зелфа служанка Лии другого сына Иакову и сказала Лия к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. И нарекла ему имя Асир. Бытие 30, 12, 13. И будем помнить, что совокупность всех имен патриархов, записанных на судном, на перстнике нашего сердца, содержит в себе нашу благословенную судьбу, наше благое предназначение, наше святое призвание и нашу возвышенную и прекрасную долю, хранимую и предназначенную нам Богом во Христе Иисусе прежде создания мира. Мы отметили, что натуральный агат уникален тем, что ни один драгоценный, полудрагоценный или подделочный камень не может похвалиться таким количеством типов, видов, подвидов и семейств. При этом, как говорят ювелиры и любители драгоценных камней, всякий агат радует глаз, греет душу и увлекает разум. В переводе с греческого слова агат означает блаженный, что вполне соответствует значению имени Асир, написанного на этом камне. Имя Бога, представленное в драгоценном агате по предположению иудейского равената, означает эль илеон, что на русском языке означает Всевышний, превознесенный выше всего, что указывает на неограниченную и суверенную власть Бога как в безграничном пространстве, которое Он заполняет Собою благодаря Своей вездесущности, так и на неограниченную и суверенную власть в измерении созданной им Вселенной, видимой и невидимой, которую Он заполняет Собою в этом безграничном пространстве, оставаясь при этом сокрытым от всего видимого и невидимого творения абсолютной мглой, выраженной в его неприступном свете, обуславливающем славу его абсолютной святости, которой он отделил себя от созданного им творения и находится от него в величавом уединении и с неограниченной над ними властью. Право приблизиться и вступить в пределы священной мглы, обусловленной славой его неприступного света, превознесенного и привыбающего на высоте небес, призвано только семя Авраамова в лице тех человеков, которые родились от семени Слова Истины и возросли в полную меру возраста Христова. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания, ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями. Речь идет о Христе, что он не стыдится называть детей Божьих, то есть тех людей, которые родились от семени Слова Истины, братьями. Говоря, возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя. И еще, я буду уповать на него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети, причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью, речь идет о его смерти, лишить силы, имеющего державу смерти. А держава смерти находится в нашем теле, в лице нашего ветхого человека. То есть дьявола. Дьявол имеет державу смерти в теле каждого человека, в лице ветхого человека. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Евреям 2, 10, 16. Во Христе Иисусе достоинством священной мглы, в которой пребывает Всевышний, является высота небес, является святилище в лице Церкви Христа, и новый человек, возросший в полную меру возраста Христова, рожденный от Семени Слова Истины, пребывающий в нашем пока еще смертном и тленном теле, в котором Бог намерен разрушить державу смерти и воздвигнуть на ее месте Христом Иисусом державу жизневечной, по своей извечной силе, содержащейся в своем имени Всемогущей, которая по своей извечной природе превознесена выше небес и находит свое выражение в имени Всевышний. Таким образом, исходя из значения имени Ассира, написанного на драгоценном камне Агате, восьмой принцип, положенный в основании постоянной молитвы, с которым нам следует являться постоянной памятью пред Богом, являются функции, выраженные в нашей добровольной зависимости, стать блаженными пленниками Бога, способными своей молитвой сработать с именем Бога Эль или Он, или же Всевышний, что на практике означает сработать своей верой с верой Божией, которая обнаруживает себя в имени Бога Эль или Он, или Всевышний. Так, например, перед своей смертью Яков, благословляя своего сына, Ассира по вдохновению Святого Духа, предрек его судьбу, или же также и нашу с вами судьбу, которая призвана была стать для нас благословенной судьбой от Бога, то есть благословенной судьбой от Бога для всякого человека, поклоняющегося Богу в Духе и Истине. «Для Ассира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства» обытие 49.20. Это, разумеется, иносказание. «Доставлять» на иврите означает быть помазанным, быть посвященным, быть преданным или верным, быть исполнительным. А посвящает нас всегда помазание, и помазание сию посвятить тебя. А чтобы помазать, надо было 30 лет изучать закон Божий в точности, чтобы его исполнять. И только потом соответствующее жертвоприношение, 7 дней не отходя от святилища, и только тогда человек облачался в священной одежде, его помазывали елеем, и вот этот елей посвящал человека на вечное служение. Царские яства – это деликатес, вкусная пища, святыня, предмет поклонения, ободрение, радость, удовольствие, успокоение. На практике доставка царских яств призвана происходить исключительно через сработу нашей веры с верой Божией, обнаруживающей себя в имени Бога или Он, или Всевышний. Перед своей смертью Моисей, благословляя Ассира по вдохновению все того же Святого Духа, несколько шире приоткрыл судьбу имени Ассира, содержащуюся в достоинстве доставки царских яств. Абасирий сказал, благословен между сынами Ассир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо иметь запоры твои, как дни твои, будет умножаться богатство твое. Второзаконие 33, 24, 25. Это обетование, данное нам. Образ ноги, погруженной в елей, это образ хождения человека в помазующей вере Божией, который раскрывает и демонстрирует образ хождения человека в свободе Христовой, освободившей нас от власти царствующего греха в нашем теле. В силу этого фраза окунет ногу свою в елей, указывает на добровольное повиновение нашей веры, вере Божией, выраженной в нашем сердце, в истине Слово Божие и в откровениях Святого Духа, открывающих значение и назначение этой истины. Или же на пребывание нашего сердца в истине Слова и во Святом Духе, открывающем значение истины в сердце и делающим нас свободными от зависимости царствующего греха в нашем теле. Тогда сказал Иисус, куверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8, 31-32. Мы отметили, что образ запоров и железа и меди – это образ судопроизводства, а по всему фразу «железо и меди» «запоры твои» означает «суды твои в достоинстве железа и меди являются запорами ворот моих от проникновения в мое сердце всякой инородной и мятежной мысли». «Доживет душа моя и славит тебя, и суды твои, да, помогут мне» Псалом 100, 18-175. Суды Господни в достоинстве запоров из железа и меди, исходящие из законодательства Бога Всевышнего, представлены в исполнении повелений, откровений, заповедей и уставов Господних. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». То есть, здесь судами Божьими называются слова истины. «И буду хранить закон твой всегда». «Закон» это суды Божьи во веки и веки. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». То есть, суды Божьи это повеления Божьи. «Буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь». То есть, суды Божьи это откровения Божьи. «Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил». Суды Божьи это заповеди Божьи. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил и размышлять об уставах Твоих». Уставы Божии – это суды Божии. Псалом 118, 43-48. «Образ умножающего богатства – это образ умножающейся веры в имеющиеся обетования Бога, насажденных в сердцах любящих Бога, которые на сельях их сердец являются как лучезарным светилом, которое более и более светлее до полного дня, так и наследием умножающегося и расширяющегося в их сердцах Царства Небесного. Исходя из такой смысловой, констатации «Как дни Твои будет умножаться, богатство Твое означает богатство веры, хранящееся и пребывающееся, пребывающее в нашем сердце в достоинстве обетования Бога, которые являются лучезарным светилом на сельях нашего сердца, ведущих нас к Богу, будет умножаться по мере нашего возрастания веры Божией, представляющей наше возрастание в имени Бога Всевышний. Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? И наследниками Царствия, которые Он обещал любящим Его. Иакова 2, 5. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня, путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». Притча 4, 18, 19. «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою. Отныне и до века ревность Господа Савоофа соделает это». Исайя 9, 7. «Смысл об умножении богатства нетленного, содержащегося в этих местах Писания, связанных с работой наших молитв с именем Бога Всевышний, не является исчерпывающим, так как разлит во всем Писании и многократно встречается как и в насказаниях пророков, псалмов, так и в притчах и прямых текстах Писания. Однако, чтобы судьба, содержащаяся в имени Асира, стала содержанием нашей правовой молитвы, необходимо обладать достоинством имени Асира, который состоит в том, что имя Асир означает пленник блаженства или блаженство, обретенное от желанного плена божественной любви. «Ты вошел на высоту», речь идет о Боге, то есть с позиции Всевышнего, вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Псалом 67, 19. «Поначалу, когда мы приходим к Богу, мы все противимся Богу, потому что, когда мы приходим к Богу, у нас нет обновленного ума, у нас обыкновенный плоской ум, и мы пытаемся вот этим умом все понимать, и наше понимание противится Богу, но Он вошел, как Всевышний на высоту, пленил плен, принял дары, так, чтобы и вот из этих противящихся могли обитать у Господа Бога, то есть, чтобы они перестали быть противниками, а стали поклонниками Бога». А посему фраза «ты вошел на высоту и пленил плен», принял дары для человеков означает, «ты воздействовал полномочиями своего имени Всевышний, чтобы пленить плен, в котором мы находились, и дать дары человекам, учитывая, что царствующий грех в теле спасенного человека царствует посредством его интеллекта или же посредством возможности его мышления, которое не обновлено духом его ума. Бог не может пленить человека, плененного гением его надменного интеллекта, за которым стоят организованные силы поднебесья, если человек сознательно и добровольно не пожелает стать пленником любви Божией Агапи, притом на условиях, установленных Богом, исполнения которых призваны дать Богу юридическое основание пленить человека, находящегося в плену царствующего греха. Становясь пленниками божественной любви, мы получаем юридическое основание и право сработать с именем Бога Всевышний и облекаться в полномочия имени Бога Всевышний. И таким образом становимся любимыми своими братьями и получаем возможность погрузить ногу свою в елей, в силу чего железо и медь в достоинстве судов Бога становятся нашими запорами, а богатство нашей веры получает возможность умножаться, как умножаются наши дни. В связи с этим мы уже рассмотрели ряд притч и событий, в которых мы познакомились с условиями, исполняя которые мы могли бы именем Бога Всевышний разрушить державу смерти в нашем теле в лице, царствующего в нем греха, обуславливающего суть нашего ветхого человека с делами его, чтобы шумом низвергнуть его из нашего тела в преисподнюю, и затем на месте державы смерти воздвигнуть в нашем теле царство небесное в достоинстве державы жизни вечной. Итак, следующее насказание, в котором Святой Дух раскрывает условия, благодаря которым мы, как воины молитвы, могли бы сработать молитвой веры с именем Бога Всевышний, это воззвать к Всевышнему, чтобы Он посранил ищущего поглотить нас. Псалом 56, 1, 4. Начальнику хора не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня. Пострами ты, ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Из содержания данной молитвы следует, что в ней представлены взаимоотношения двух царей, помазанных Богом, Саула и Давида, при этом как один, так и другой царь, помазанный пророком Самуилом. Саул – это царь, помазанный Богом, который ищет поглотить Давида, другого царя, помазанного Богом. Саул – это представитель нашего плотского ума, не имеющего на себе отметины креста Христова, в то время как Давид – это представитель ума Христова, принадлежащего нашему новому человеку, созданному по Богу во Христе Иисусе, праведности и святости истины. А посему в этом противостоянии Святой Дух обращает наше внимание на то, что процессу обличения нашего тела в нового человека, в котором мы через работу со Святым Духом, представляющим в нашем сердце полномочия Всевышнего, призванные воздвигнуть в нашем теле державу жизни вечной. То есть прежде чем облекаться в нового человека, нам надо обновиться духом нашего ума. А поэтому неумолимо и неизменно пришествует процесс совлечения с нашего тела ветхого человека с делами его, который царствует над нами посредством нашего человеческого ума, представленного в образе царя Саула, ищущего поглотить нас. И чтобы избавиться от угрозы смерти, исходящей от нашего человеческого ума, помазанного Богом на царство, над нашим естеством, включая наш дух, нашу душу и наше тело, нам необходимо укрыться в тени крыл Господа и возвать к Всевышнему, чтобы Он послал милость свою и истину свою, и посрамил Саула, ищущего поглотить нас в лице нашего надмивающегося ума. Чтобы понять необходимость создавшейся в нашей сущности ситуации, представленной в противостоянии двух царей Саула и Давида, а также каким образом нам следует избавляться от одного царя, ищущего поглотить в нашей сущности другого царя, нам необходимо будет ответить на два главных вопроса. Какое обстоятельство в Израиле побудило Бога помазать царя, который заведомо будет противиться Богу, и затем при его жизни помазать на царство в Израиле и другого царя? Во-вторых, какие последовательные шаги предпринял Святой Дух в царе Давиде, чтобы царь Саул не поглотил его жизни? Итак, рассматривая возможности двух помазанных Богом царей, одним и тем же пророком Самуилом, на одно и то же царство в одно и то же время, будем постоянно иметь в виду взаимоотношения нашего плотского ума с духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. При условии, что мы уже приняли Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, который является в нашем духе представителем ума Христова, посредством которого мы призваны жезлом уст разрушить и уничтожить державу смерти в нашем теле, чтобы на этом месте воздвигнуть державу жизни вечной. А посему до тех пор, пока мы через наставление в вере, о полномочиях истины, содержащейся в крови Христа Христова, не очистим нашу совесть от мертвых дел, ни о каком уме Христовом в нашем духе не может быть и речи. Итак, вопрос первый. Какие или же какое обстоятельство в Израиле побудило Бога помазать царя, который заведомо будет противиться Богу, и затем при его жизни помазать на царство в Израиле другого царя? При этом необходимо помнить, что реализация всякого обетования, содержащегося в искуплении, которое дал нам Бог во Христе Иисусе, призвано совершаться исключительно через разумные возможности человека, относящиеся к субстанции его души, обновленной духом его ума, определяющим качественную суть человека пред Богом. Каковы мысли в душе человека, таков и он. А мысли, разумеется, в разуме. Притча 23.7. «Учитывая же, что человек, как живое программное устройство, сотворен Богом по его образу и по его подобию, в котором разум человека призван являться царем его естества, программой или генетическим наследием нашего программного устройства, при рождении от семьи слова истины, был установлен закон жизни вечной, исходящий от Бога. Но из-за согрешения Адама мы в придачу получили в свою суть еще и программу вечной смерти, исходящую от падшего Херувима, которая передана была нам через суетную жизнь наших отцов. Таким образом, мысли, которые возникают и протекают в разуме человека, являются программой, приведенной в действие посредством нашего выбора. И по характеру этой информационной программы следует определять источник ее происхождения. А посему разум человека – это суверенная власть, дарованная ему Богом, благодаря которой у человека появляется выбор между двумя противоборствующими друг другу силовыми программами, чтобы управлять своим естеством. В силу такого рода суверенной власти, полученной от Бога, у человека всегда есть выбор использовать данную ему Богом власть либо против Бога в своих собственных интересах, либо в интересах Бога. Учитывая этот фактор, становится понятным, почему Бог помазал Саула на царство, дав ему возможность сделать выбор между жизнью и смертью или же между благословением и проклятием. В связи с этим, хотя бы вкратце, я напомню, в чем состоит суть помазующего елея, изменяющего состояние человека на исполнение данного нам Богом призвания, либо в достоинстве царя, либо в достоинстве священника, либо в достоинстве пророка, которые призваны были вершить правду Бога в его справедливых судах. Помазание – это власть Всевышнего, обрекающая нас полномочиями Всевышнего и посвящающая нас путем отделения от обычной жизни на исполнение данного нам Богом призвания, которое является для нас волей Всевышнего и которое состоит в реализации искупления нашего духа, души и тела от власти, греха и смерти. И обреки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освяти его, чтоб он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их вечное священство в роды их. Исход 40, 13-15. Назначение власти помазующего елея, данного нам Богом, состоит в том, чтобы мы могли низложить и разрушить в своем теле державу греха и смерти в лице ветхого человека с делами его, и воздвигнуть на ее месте державу жизни вечной, учитывая, что ветхий человек в нашем теле является носителем программы царствующего греха, за которым стоят организованные силы тьмы. Исайя 61, 1, 3. Ду Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня, то есть облег меня властью, благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим, то есть скорбящим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача еле и радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Исайя 61, 1, 3. Речь идет о том, когда в нашем теле будет возникла держава жизни в этом пророчестве. Силой данного нам Богом помазания является истина крови Христовой в сочетании с истиной Креста Христова. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Евреям 9, 14. Если же ходим во свете, речь идет о том, каким образом кровь Христа очищает. Есть порядок, в котором она освящает нас или очищает. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Иоанна 1, 1, 7. Хождение во свете подразумевает такое общение друг с другом, в котором мы прощаем друг друга, как и Бог простил нас во Христе. И если истина о крови Христовой призвана очищать нашу совесть от всякого греха, то истина о крови, о кресте Христовом призвана разобраться с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека, чтобы с шумом не зрынуть его из нашего тела в преисподнюю. И таким образом создать в нашем теле основание для воздвижения в нашем теле державы жизни вечной силой воскресения Христова. Оружием помазания, которое призвано задействовать истину крови Христовой в сочетании с истиной креста Христова, является жезл наших уст, исповедующих веру или же истину нашего сердца. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Римлянам 10, 9, 10. Это место взято из второзакония. Говоря о помазании, следует обратить внимание на то, в каком состоянии находится сердце Бога, или же находилось сердце Бога, когда Он помазал Саула на царство в Израиле, и в каком состоянии находилось сердце Бога, когда Он помазал Давида на царство в Израиле. Следует понимать, что Бог помазывает также языческих царей на царство. Нет власти Богом не установленной. Израильские пророки помазывали языческих царей на царство, которое потом будет истреблять Израиль. Так что очень важно смотреть, в каком состоянии находится сердце Бога, когда Он помазывает определенного человека. Далее следует обратить внимание на значение имен этих двух царей и на значение именных отцов, не забывая при этом, что за значением имен этих царей стоят определения плотского ума в лице Саула и его отца Киса, и ума Христова в лице Давида и его отца Иесея. Саул сын Киса на иврите произносится как Шаул сын Киша, что означает «испрошенный у Бога или отдолжен для служения Богу». Плотской ум временно отдолжен на служение Богу, что вполне соответствует обстоятельству, когда определенная часть Израиля, не имеющая права называться Израилем, отвергла Самуила и потребовала у Бога царя, как у языческих народов. В то время как имя отца Саула Кис или Киш на иврите означает «западня» или «ловушка», которая состояла в том, что Саул, рожденный Кисом, был на голову выше всех израильтян, то именно высота роста Саула стала опорой для тех, кто недостойен называться Израилем. А теперь обратите внимание на состояние божественного сердца, в котором Бог помазал Саула на царство над Израилем. Осии 13, 9-11. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Они отвергли же Самуила. «Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя и начальника, и я дал тебе царя во гневе моем и отнял его в негодовании моем». Вы видите, в каком состоянии находилось сердце Бога, когда он помазал Саула, то есть наш плоской ум. Он во гневе его помазал и потом в негодовании отнял его. А теперь обратим внимание на значения имени другого царя и на значения имени человека, который родил этого царя. Имя Давида, сына Исея, на иврите означает «возлюбленный Богом», в то время как имя отца Давида Исей на иврите произносится как «ейшай», что означает «Яхве есть сущий». В связи с этим я приведу несколько пространный, но в то же время удивительный, краткий, содержательный обзор истории израильского народа, взятый из отрывка проповеди апостола Павла, из которой мы увидим состояние сердца Божия, в котором он помазал Давида. Павел, встав и дав рукою знак, сказал «Мужи израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее, и около сорока лет времени питал их в пустыне, и, истребив всем народом в земле хананской, разделил им наследие землю. И после всего около четырех пятидесяти лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию возник Израилю, Спасителя Иисуса». Видите, разница состояния сердца, помазание – это власть. Но в каком состоянии было божественное сердце, когда он помазывал одного и другого? Таким образом, Израиль – это образ человека, имеющего в своем сердце обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, тело которого призвано стать державой жизни вечной силой воскресения Христова. Пророк Самуил в достоинстве судьи Израиля – это образ человека, обладающего в своей совести Тумимом и Уримом, способного слушать Бога и быть услышанным Богом, потому что он передавал, он слышал, что говорил Бог, и Бог его слышал, и он передавал это людям. Имя Самуил на иврите произносится как Шемуэль, что означает «услышанный Богом». Агак – царь Амалекитян, которого Саул по повелению Бога через Самуила должен был истребить с лица земли, это образ царствующего греха в нашем теле, в лице нашего ветхого человека. Имя Агак означает пламенеющий или чуждый огонь. Это образ павшего Херувима, представляющего в нашем теле ветхого человека, в отношении которого Бог вынес такой приговор. «Множеством беззаконий Твоих, в неправедной торговле Твоей Ты свернил святилища Твои, и Я извлеку из среды Тебя огонь, который и пождет Тебя, и Я превращу Тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих Тебя. Все, знавшие Тебя среди народов, изумятся Тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет Тебя вовеки». Иезекииле 28, 18, 19. Саул, который противопоставил слову Самуила свое собственное мнение о выполнении воли Божией, это образ нашего плотского ума, не имеющего на себе отметины креста Христова, который не способен предать заклятию ветхого человека в лице Агага. Отвержение Богом Саула как царя, чтобы он не царствовал более над Израилем, это образ смерти нашей души, смерти Господа Иисуса Христа, что позволило Богу в воскресении Иисуса Христа поставить мышление нашей души представить мышление нашей души в достоинстве имени Давида. Давид, призванный, помазанный Богом на царство над Израилем через Самуила, который ранее помазал на царство над Израилем Саула, это образ нашего мышления, обновленного духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Учитывая нашу суверенность, Бог не может без нашего участия отвергнуть помазанного им Саула в предмете нашего прежнего ума, чтобы воздвигнуть на его месте Давида в предмете нашего мышления, обновленного умом Христовым. Учитывая же, что для использования власти своего ума мы используем жезл наших уст, образ отвержения одного царя и замена его другим царем происходит через жезл наших уст, что проиллюстрировано в жезле Моисея. Итак, вопрос второй. Какие последовательные шаги предпринял царь Давид под воздействием откровений Святого Духа, чтобы царь Саул не погубил его жизни? Или же какие последовательные шаги нам необходимо предпринять, чтобы наш плоской ум, принадлежащий нашей душе, не поглотил своей самонадеянностью дух нашего ума, который является умом Христовым, принадлежащим нашему новому человеку? Первым шагом в нашей сработе с именем Бога Всевышнего, чтобы наш плоской ум в лице Саула не поглотил ум нашего нового человека в лице Давида, это необходимость, чтобы наша молитва была обращена в песню для хора и вознесена к Богу начальником хора. Эта молитва начинается начальнику хора. Молитвенная песнь Давида, начальнику хора. Из этого адресата следует, что Давид представляет свою молитву с позиции славословия хора в распоряжении Святого Духа. Хор здесь представлен именно в лице церкви, это прообраз церкви. Святой Дух – это единственный правовой поставщик откровений Иисуса Христа в наше сердце и единственный правовой ходатай и поставщик, доставляющий наши правовые молитвы к Богу. «Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля» Псалом 21.4 Под словословием хора следует рассматривать образ церкви Христовой в лице избранного Богом остатка. Несмотря на видимую простоту этой фразы, она символически подразумевает органическую причастность молящегося к телу Господа в лице какой-нибудь поместной церкви, с позиции которой призвано возносится вообще всякая молитва. Потому что смысл, содержащийся во фразе начальнику хора, указывает на хоровое пение, сопровождаемое церковным оркестром, состоящим из разнообразных инструментов, под которыми подразумевается церковь в лице каждого отдельного члена, призванного исполнять свою исключительную роль в теле Христова. В то время как сам Давид, как образ ума Христова в нашем духе, с одной стороны, отождествляется с образом Христа, так как его имя означает возлюбленный Богом, а с другой стороны, имя Давида раскрывает корень Иисуса и потомство Иисуса. Из чего мы можем сокричить, что ум Христов в нашем духе указывает на наше происхождение и является в нашем духе альфой и омегой, отражающей себя в звезде светлой и утренней. «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах, я и сим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Вот почему фраза начальнику хора символически указывает на церковь Христову или же на святых, водимых духом святым, посвятивших себя тому, чтобы представлять интересы Христа. С одной стороны, смысл, содержащийся во фразе начальнику хора, указывает на тот фактор, что все процессы, происходящие в данной песне, правомерны только тогда, когда происходит под воздействием святого духа в недрах церкви Христовой, которая является суверенной территорией Царства Небесного на земле. А с другой стороны, что все эти процессы во взаимоотношениях святых друг с другом, исполняющих свою исключительную роль в созидании тела Христова, призваны сформировать каждого из ее представителей в совершенство образа Божия. Таким образом, всякая молитва, которой человек призван давать Богу право производить в нас свою работу на земле, может быть легитимной лишь только в том случае, когда мы имеем не только организационную, но и органическую принадлежность к телу Христову в лице какой-нибудь поместной церкви. А посему любая религиозная организация, не являющаяся Церковью Христовой или же примиряющая учение Христа с учением Будды, Конфуция или Магомета или еще какого-нибудь предводителя, является религией антихриста и не может быть делегированным путем к Богу. Нам следует усвоить, что без органического отношения к телу Христову в лице Церкви Иисуса Христа Святой Дух не может быть ни ходатаем за человека пред Богом, ни поставщиком его молитв. Праведность человека, которую он призван получить через очищение своего сердца кровью Иисуса Христа, возможно только в общении друг с другом в границах тела Христова при условии нашего хождения во свете, представляющей учения Христова. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» 1 Иоанна 1, 6, 7. «Получить оправдание и быть праведным невозможно вне добровольной зависимости и привязанности к собранию святых. А посему славословить Бога прилично, только праведным и получившим свое оправдание через очищение кровью Христовой в правовом общении друг с другом, в котором пребывает Святой Дух. «Радуйтесь, праведный я Господи, правым прилично славословить» Псалом 32, 1. Вторым шагом в нашей сработе с именем Бога Всевышний, чтобы наш плотской ум в лице Саула не поглотил ум нашего нового человека в лице Давида, это необходимость, чтобы наша молитва была вознесена к Богу начальником хора в пещере, куда убежал Давид от Саула, чтобы он не поглотил его жизни. Начальнику хора не погуби писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Пещера – это образ смерти Господа Иисуса Христа, в который мы погружаемся вместе с Саулом. Вы помните, Саул тоже зашел в эту пещеру, они оба там находились. И там, в этой пещере, Саул разумел, кто такой Давид. И потом жалобным голосом кричал ему, сын мой, Давид, ты правее меня, пощади меня, когда Бог поставит тебя и когда меня не будет. Не истреби потомство моего. И Давид поклялся ему, что он это сделает. Вот посмотрите, что говорил Саул после того, когда Давид закричал к нему, посмотри на край одежды твоей. Я отрезал его. Ты был в моих руках, я мог тебя убить, но я этого не сделал. Посмотри, давайте посмотрим, как он эти слова сказал. Да рассудит Господь между мной и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие. Рука моя не будет на тебе. Господь да будет судьею и рассудит между мной и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Когда кончил, Давид говорит слова сиих Саулу, Саул сказал, твой ли это голос, сын мой, Давид? И возвысил Саул, голос свой и плакал и сказал Давиду, ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руку твою. Ты не убил меня, кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь. Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал для меня сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилева будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне, Господом, что не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саулу и пошел Саул в дом свой, Давид же, и люди его взошли в место укрепленное. Третьим шагом в нашей соработе с именем Бога Всевышнего, чтобы наш ласковый ум в лице Саула не поглотил ум нашего нового человека в лице Давида, это необходимость привести в своей молитве Богу такие аргументы, чтобы он мог получить основания и явить нам свою милость, доколе не пройдут беды от Саула, ищущего поглотить нас. И такими аргументами в последовательности нашей соработы с Богом Всевышним является упование нашей души на Бога в сочетании нашей способности укрываться в тени крыл Всевышнего. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя. В тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. В Откровении в 12 главе жена, которая и осталась после младенца, который был восхищен, когда дракон пустил после нее реку, то именно она воспользовалась этими двумя крыльями и убежала в пустыню, где уже река дракона не была доступна для нее. А по всему крылья Всевышнего в тени, которых мы призваны укрываться, доколе не пройдут беды от нашего плотского ума, стремящегося поглотить дух нашего ума, это два крыла большого орла, способные унести нас в пустыню, в присутствие Бога. И такими крыльями в нашем духе является истина в достоинстве начальствующего учения Христова и господство Святого Духа в сердце, раскрывающего суть истины, имеющейся в нашем сердце. Четвертым шагом в нашей сработе с именем Бога Всевышний, чтобы наш плотской ум в лице Саула не поглотил ум нашего нового человека в лице Давида, это необходимость возврат к Богу Всевышнему, чтобы Он с высоты небес послал нам милость Свою и истину Свою. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне, Он пошлет с небес и спасет меня, подстрами тыщущего поглотить меня, пошлет Бог милость Свою и истину Свою. Благоволение Бога Всевышнего к Давиду, выраженное в благом даянии, это обетование, данное ему Богом, которое давало Давиду право обращаться к милости и истине Бога Всевышнего. Под союзом милости и истины в данном случае имеется в виду составляющая справедливости, выражающая себя в судах правды. А по всему милость и истина, исходящие от Всевышнего, призваны спасти нас от нашего Саула в предмете нашего плотского ума, ищущего поглотить нас при одном непременном условии. Если мы воззовем к Богу Всевышнему о милости и истине, способностями нашего обновленного мышления, которое является умом Христом в нашем духе посредством жезла наших уз. И если до попытки Саула лишить Давида жизни, Бог давал Саулу победу над филистимлянами, которые являлись прообразом нечистых мыслей, за которыми стояли организованные силы тьмы, то после того, когда он из зависти к Давиду обратился в его врага и хотел умертвить его, Бог предал Саула в руки филистимлян. В битве с филистимлянами, происшедшей на горах Гелвуйских, Саул получил смертельное ранение от филистимлян, и чтобы не попасть в плен, филистимлян пал на свой меч и умер. И таким образом Давид был избавлен от Саула, ищущего погротить нас. При этом интересно, что во время похода филистимлян на битву с Саулом Давид находился в ополчении филистимлян под предводительством Анхуса, одного из вождей филистимских, у которого он укрывался от Саула, и который выделил для Давида и его ополчения город Секилак. Но князья филистимские убедили Анхуса, чтобы он возвратил Давида в Секилак. Когда Давид возвратился в Секилак, то обнаружил, что их имущество, жены и дети, уведены в плен, а Секилак сожжен огнем Амаликитян, с которыми Саул совсем недавно в нарушении слова Господня пощадил Амаликитского царя Агага и заключил с ним союз. Давид вопросил Бога, догонит ли он полчища Амаликитян и заберет ли назад жен и детей имущества и, получив утвердительный ответ, погнался за ними и произвел великое поражение, возвратив не только имущество жен и детей своего ополчения, но и весьма-весьма большое имущество жен и детей Амаликитян. Когда Саул потерпел поражение от филистимлян, Амаликитяне в это самое время терпели поражение от Давида. Это все происходило одновременно. Таким образом, Давид избавился от руки Саула и выполнил ту миссию, которую не выполнил Саул, одержал победу над вековым человеком в лице Амаликитян. Только после победы над Саулом, представляющим образ нашего плоского ума и над Амаликитянами, представляющими образ нашего ветхого человека, у Бога появится основание шумом низвергнуть в преисподнюю ветхого человека, представляющего в нашем теле державу смерти, чтобы на месте этой державы воздвинуть в державу жизни вечной воскресением Христовым. Аминь. Наше время истекло, склоним наши колены, кому невозможно головы, будем молиться и благодарить Бога за имеющееся слово, которое сегодня Он даровал нам. Небесный Отец, Своим Иисусом Христа я вновь и вновь благодарю Тебя вместе с народом Твоим и поклоняюсь на всем уникальном месте, которое Ты очертил для поклонения Твоему Святому имени. Благодарю Тебя, что несмотря на покушение врага, который хотел отобрать у нас это место и всячески покушался на него, Ты восторжествовал, потому что изначально Ты дал это место для поклонения Твоему Святому народу, чтобы постыдить плотской ум, чтобы постыдить врага, ищущего поглотить нас, потому что плотской ум, который противостоит нам, находится не только в нас, и мы имеем опасность не только от нашего собственного плотского ума, но также и от плотского ума тех людей, которые находятся среди нас или же находились среди нас и которые были помазаны, как Исаул был помазан на царство. Но пришло время, когда Ты помазал на царство другого царя, чтобы ум Христов стал царем в нашем естестве, чтобы теперь мы могли силою этого царя уничтожить ветхого человека и незринуть его с шумом в преисподнюю, чтобы на этом месте воздвинуть державу жизни вечной. Это то обетование, которое Ты обещал народу Твоему в преддверии восхищения, что прежде, чем Ты восхитишь невесту Твою, Ты явишь милость Твою для тех, которых Ты будешь восхищать и дашь им гарантию восхищения, которая будет состоять в том, что Ты с шумом низвертнешь из нашего тела ветхого человека эту державу смерти и тления и воздвигнешь в нашем теле державу жизни вечной, и наше тело перестанет после этого быть телом смертным и тленным. Оно станет эталоном жизни вечной в земном измерении, доколе Ты при восхищении не изменишь его в образ небесного и восхитишь его в встретении Господу на облаках. Мы благодарим Тебя за это славное обетование, которое стало нашей надеждой, нашей радостью и исповеданием нашей веры. Мы устремились к нему, взяли его в наше сердце и стали называть несуществующее существующим. Мы стали благодарить Тебя и ожидать, наблюдая за временем, в котором мы живем, и мы благодарим Тебя, что это действительно последнее время, потому что только в последнее время Ты мог открыть это обетование для народа Твоего, чтобы они могли обогатиться этим обетованием, чтобы они могли возрадоваться и поднять свою голову из плена скорбей, из плена болезней, из плена зависимости от греха. Благодарю Тебя, что в этом обетовании мы уже свободны от всякой зависимости греха, мы свободны от всякой болезни, мы свободны от всякого страха и всякого позора. Ты заменил нашу печальную одежду на торжественные одежды, и унылый дух сменил радостью. Да возрадуется сердце народа Твоего прямо сейчас и радуется, как человек, получивший великую прибыль. Благодарим Тебя за это великое обетование, которое Ты дал нам в этом слове, в этом откровении, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.